Приветствую вас, церковь. В это прекрасное утро. По милости его мы не исчезли. Каждый из нас сегодня, наверное, проснулся и вдохнул первый вздох воздуха. И только за это, я думаю, стоит прославить его. Что мы, каждый из нас, встали, набрали воздуху, полную грудь. Мы живы, мы не исчезли. Но это все по милости его. Слава ему. Сегодня я хотел бы поговорить на одну такую тему. Тема о вере, но о вере, которая должна выстоять испытание. Вообще все у нас в жизни вещи, которые мы приобретаем, вообще мы хотим их испытывать. Например, есть у нас строители здесь. Строители есть у нас? Но вот вы покупаете там разные инструменты. И там дрельку, там нейлган. И все, что вы покупаете, вы его на полку ложите, и оно там три года лежит, вы им любуетесь, да? Нет? Не получается, да. Когда мы покупаем вещи, мы их испытываем. Мы берем эту вот новую запчасть, новый инструмент, и мы стремимся, хотим его использовать, хотим его проверить, насколько оно выносливое, сколько оно продерживается, сколько батарейки на нем хватает. Сейчас вообще все на батарейки перешло. И это очень-очень такая классная тенденция в нашем обществе, что без проводов, без ничего. И вот, например, такие вот даже вещи, как вот клайминги, вот кто там лазит по скалам, у них есть специальный гир, веревки там, эти, карабины. Они их испытывают, они их проверяют. Сперва на маленьких высотах, а потом уже идут и берут их на высшие высоты. Я думаю, Бог, когда мы приходим к Богу, и мы приобретаем веру, мы приобретаем веру в Бога, мы верим в Иисуса Христа, мы верим в Его, мы верим в Его обиллери, что Он может, мы смотрим в Писание и сравниваем, но Бог хочет видеть эту испытанную веру в нашей жизни. Он не хочет просто видеть веру, просто так. Он хочет видеть ту веру, которая выстоит, испытание. И что такое вообще испытание? Давайте откроем 1 Петра, 1 глава, 7 стих. 1 Петра, 1 глава, 7 стих. Он пишет здесь, «Дабы испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Мы видим здесь, апостол Петр говорит о вере, и не просто о вере в Бога, а о вере испытанной, чтобы она оказалась не просто как золото, но она оказывается драгоценнее этого золота. Он просто сравнивает. И в этом контексте мы видим, что это слово «испытанное», это слово «испытание», это в контексте, это как проверка или экзамен, то есть это вера, которая прошла какую-то проверку в жизни. И то же слово, давайте откроем первое, послание Якова, оно одно у него, послание Якова, 1 глава. Там говорится такие слова, 2-й и 3-й стих. Якова, 1 глава, 2-й и 3-й стих. Он говорит, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Здесь испытание и искушение, оно используется как тот же самый термин, то есть когда мы проходим какие-то трудности в нашей жизни, Бог видит через это нас и смотрит на нас как левел нашей веры. И дальше мы можем видеть в этой же самой главе, 13-й и 14-й стих говорит, откуда приходят испытания. В 13-м стихе говорится, «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». «Но каждый искушается, увлекая себя большаясь собственной похотью». То есть мы видим, что Бог нас не искушает, Бог не сидит и не думает, как бы этого человека так подставить, чтобы он упал. Бог этого не делает. Бог просто разрешает некоторым обстановкам нашей жизни происходить, чтобы нас научить, может быть, проявить то, что мы даже не знаем в нашей жизни, чтобы мы это увидели и исправили. Итак, искушения вообще, вообще, если Бог не искушает, то откуда они приходят? Они приходят от других людей в нашей жизни, от обстоятельств. Дьявол, он в спасенных людях, он в нас не должен обитать, но в тех, которых он обитает в этом мире, он может посылать эти искушения, испытания в нашей жизни. Это могут быть различные ситуации. Например, даже вот, может быть, испытания, дети нашего там, что-то там сделали, поссорились, и вот мы, Бог нас, как смотрит на нас и смотрит, как мы отреагируем на это. Проявим ли мы гнев или злобу, или у нас будет мир и покой в нашем сердце? Итак, откуда приходят испытания? Приходят они извне, то есть от людей других, и они могут приходить изнутри. Здесь он говорит, что в 14 стихе «Каждый искушается большая собственная похоть». У нас есть плоть, в которой есть очень много нехорошего, и Бог пытается нас переплавить и проверить, как апостол Петр говорит. Но почему мы должны проходить? Почему мы должны проходить, а не избегать их? Почему мы не должны убегать куда-то от них? Почему мы должны проходить? И в 12 стихе этой же главы Иакова пишет, то, что блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. Испытание в нашей жизни, оно должно, мы должны проходить через него, мы должны проходить, у нас они будут, если мы будем избегать их постоянно, мы не сможем, наша вера в Бога, она не сможет укрепляться. И дальше мы об этом поговорим. И Писание часто использует испытания нашей веры, как переплавку, вот там золото или в огне испытается. И апостол Павел, в 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 3 глава, 13 стих, и говорит он такие слова, 1 Коринфянам, 3 глава, 13 стих, «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, какое оно есть». Знаете, сегодня Слово Божие, оно доступно, как никогда. Мы можем ехать, у нас нету Библии, забыли дома, может быть, мы можем включить что-то на интернете, какую-то проповедь найти. И если даже мы забыли вот эту физическую книгу, у нас есть телефон, у нас есть аппликации, где можно включить, оно будет нам читать, мы будем слушать. Какая-то проблема у нас в жизни, мы можем быстренько найти какую-то тему на YouTube и послушать какого-то проповедника. И в сегодняшнее время мы стали также, много профессиональных людей, которые говорят, проповедуют очень красиво, люди, которые поют, играют очень красиво, профессионально, на высоком уровне. Но если посмотреть, есть ли у нас сила проходить через трудности в жизни, есть ли у этих людей, на которые мы смотрим, есть ли у них или вообще у нас сила проходить какие-то трудности, сила выносить, сила переносить, сила веры, когда уже, можно сказать, верить уже не остается, и мы продолжаем верить, и силой пройти через испытания. И я смотрю, что, если вы смотрите там новости, и там фалловы, ньюз-медиа, люди очень стали сильно чувствительными, их так легко обидеть, их так легко зацепить. И если люди воспитываются в таком обществе, очень легко, очень легко начать спрашивать вопросы, есть ли вообще Бог, почему Он так ко мне обращается. И лидера мега-церквей, больших церквей, воспитывают общество манипуляциями, они говорят, что если вот ты там Богу даешь, там, столько-то, или что-то даешь, Бог обязательно тебе вернет, Он обязательно тебе должен возвратить во сто крат, и они рисуют эти суммы огромные, там, большой удар делают на деньги, и воспитывают общество в таком направлении, что трудности в нашей жизни вообще не должны присутствовать. Они вообще отсутствуют, и если ты поверил в Бога, то ты уже как, ты уже в каком-то таком ограде, в таком bubble, что тебя ничего не постигнет. Но это, это, это неправда. Они говорят неправду. Иисус сказал, что когда меня гнали, будут вас гнать, так Писание пишет. И у нас будут в жизни трудности, и нам нужно быть готовым к этим трудностям, чтобы когда мы их встретим, чтобы мы их не избегали, но мы их проходили, и это делает нас сильнее. И я не говорю за испытания, там, когда, например, нас, нас не заметили, когда мы что-то сделали, или о нас что-то не так сказали, что мы хотели бы слышать. Я не об этих испытаниях говорю. Меня пугает вот что. Когда мы придем на небо, там будут люди, которые проходили через испытания. Они служили Богу от всего сердца. Там будут люди, которые провозглашали веру, когда им говорили отказываться. Они отдавали свою жизнь за Христа. Они были распинаемы. Они теряли близких за имя Иисуса Христа. И они выстояли в гонениях, в испытаниях своей веры. А вот за них будет стоять общество, которое сказали, что нас просто не заметили, когда мы что-то делали. И я обиделся на Бога, потому что мне что-то не сказали и не похвалились за то дело, которое я что-то делал. И проблема в том, в этом всем, в этом проблема, потому что люди просто не знают Слово Божие. Они просто его не читают. Они приходят на собрание, они слушают, как говорит пастырь, они верят, даже если пастырь, может быть, или там какой-то служитель говорит что-то не так, и они верят в это. И не сравнивают с этим, вот с этой книгой. Я вам говорю, что мы все христиане, мы должны вот эту книгу читать каждый день, постоянно. Это не должно быть только воскресным как событием, это должно каждый день, постоянно. И если с кафедрой будет звучать какое-то слово, и мы видим, что это не сходится с Писанием, мы не должны с этим соглашаться. Второе Коринфянам 12. Второе Коринфянам 12. Двенадцатая глава, девятый стих. Здесь апостол Павел, у него было какое-то, много разных дискуссий, много разных, много разных, ну, люди говорят, что это было, но он говорит, у него было жало в плоти, у него что-то было, и что-то, что-то ему мешало, может быть, что-то, или работать, или идти дальше. И он говорит, трижды я молил Господа о том, чтобы удалил он это от меня. Восьмой стих здесь это пишет. Трижды я молил. Но в девятом стихе он говорит, но Господь сказал мне, довольна для меня благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Интересно, да? Сила моя, сила Бога совершается в немощи. Как это понять? Когда мы проходим через испытания, Бог, может, не заберет это испытание, но Он даст благодать нам пройти через него. Когда мы проходим через испытания, может быть, у нас встретился человек, который нам очень сильно, может быть, вредит в нашей семье, в моем духовном состоянии, но Он не заберет этого человека, но Он даст благодать стоять твердо в этом. И, может быть, когда мы попадем, может быть, казаться, есть такое огненное испытание, говорят, может быть, мы попадем в это огненное испытание, и, может быть, Бог нас не заберет из огня, но Бог будет термостатом в этом огне, и Он не даст нам сгореть, Он будет нас поддерживать там. Если мы только отдадим свою веру в Его руки, мы будем доказывать свою верность Ему. Я слышал одно такое выражение, один пастор говорит, что наша вера, если она только основывается на позитивном исходе, она очень хрупкая и слабая. Наша вера, которая только основывается на позитивном исходе, она очень хрупкая и слабая. Я не буду читать, я прочитаю один стих только. В Евреям 11 главе говорится о людях веры. Там, говорится, много людей называется, Авраам, и даже и блудницу вспоминается, и разных людей. И в 11 стихе мне это очень поразило, насколько была вера. Давайте откроем Евреям. Евреям 11 глава. Это очень известная глава. Когда говорят, что ты знаешь о вере, где написано о вере, в основном могут сказать, что это 11 глава, потому что она вся описывается о людях веры. Здесь такой стих, стих 13, здесь говорится такие слова. Все сии, мужи веры, они умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели он, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на всей земле. То есть эти люди настолько верили в Бога, что Он им обещал, они это слушали, и когда оно не сбывалось, у них вера не исчезала. Они дальше продолжали верить. Он пишет, что эти умерли, не увидев этих обетований. Они проходили через эти испытания, и они остались верные Богу. Если мы посмотрим на Авраама, когда Бог с ним встретился, и Он сказал ему, заключил с ним завет первый раз, и Авраам по вере сделал обрезание. Дело в том, что когда в нас приходит истинная вера, мы начнем обрезать и очищать нашу жизнь от всяких лишних и ненужных вещей. Вера будет нас вести к послушанию Богу. Иногда будет больно, но мы будем готовы идти на эту боль ради послушания Богу. И Аврааму был обещан ребенок, и не только ребенок, он сказал, от тебя произойдет нация. Но дело в том, что Бог ждал, пока будет невозможно. Представляете, пока будет невозможно, что Сара родит, и что Авраам смог бы сделать этого ребенка. И дошло до того, что Бог не вступался, пока не было возможно. Пока было возможно. Но когда стало невозможно, Сара родила. И написано в Евреям, в 11 главе, 12 стихе, потому от одного, и притом омертвелого, то есть уже его сравнивает, сравнивает вот эти вот тела, состояние здоровья Авраама и Сары, омертвелое все, Бог вступается, и по вере им дает Сына. По вере им дает обетование. Пока мы видим выход самостоятельной ситуации, Бог не будет двигаться. Но когда Бог ждет, пока мы придем в ситуацию, где мы ничего уже сами не сможем сделать, тогда Бог смотрит на нашу веру. И когда мы проявляем веру, Бог вступается и показывает Свою силу. И я нахожу очень интересный момент, я думаю, это просто перевод в Бытие, 22 главе. Здесь также об Аврааме говорится, что Бог сказал, он дождался этого Сына, он дождался, родился у него этот Сын, обетованный. И 22 глава Бытия, первый стих, говорит это такие слова. «И было после сих происшествий Бог искушал Авраама». Якова мы видим, мы читаем, что Бог не искушает, правда? Здесь написано, Бог искушал Авраама. Я не думаю, что это как, у меня здесь cross-reference есть по-английски, здесь написано, Бог tested, Бог проверял Авраама. Может быть, это переводчики, чуть-чуть, чуть-чуть слова неправильно использовали, но Бог проверял Авраама, Бог не искушал и не ждал, пока он упадет, Бог проверял, он знал, что у него есть вера, но он ее просто хотел проверить. И он ему сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и он еще такие ударения ставил, ты возьми единственного твоего, которого ты любишь, которого ты ждал столько долгого времени, и я его тебе послал, и пойди в землю моря, и там принеси его во все сожжение на одну из гор, о которой я скажу тебе. Здесь не говорится, что Авраам пошел, и он думал, размышлял, идти, не идти. Я думаю, у него много было мыслей, я думаю, внутри его происходила очень великая битва. Но он знал, что есть Бог, которому он верит, и который знает, что он делает, и он идет просто и слушается его. В испытаниях есть три вещи. Есть место испытания, есть цель испытания, и Бог еще дает обеспечение в испытаниях. Место испытания Бог нам покажет на том местах, где мы будем испытаны. Бог нас просто не кинет в обстановку и не скажет, выбирайся оттуда сам. Он нам покажет. Так само, как Аврааму сказал, иди вот в то место, он показал ему, как сказал, я покажу тебе, на какой из гор. И он пришел туда, и Бог говорит, вот туда иди. И он начал идти. Есть место, есть цель испытания. Мы не знаем, насколько сильна наша вера, пока мы не будем готовы положить что-то драгоценное на алтарь. Настоящее поклонение Богу, это жертва. Что мы Богу отдаем? Слово поклонение в английском языке, оно говорится как worship. Это слово worship, это идет от слова worthy, то есть достойный. Мы должны Богу давать что-то достойное в нашей жизни, не то, что нам не нужно, но что нам дорого. Например, наше время, когда мы не можем найти время, мы встаем рано, мы становимся перед Богом, мы просим Его, Господи, открой нам что-нибудь сегодня. Я хочу учиться у Тебя. Я открываю Твое Писание, я не понимаю, помоги мне. И мы отдаем Богу свое время, драгоценное, может быть. Может быть, мы работаем очень долгие часы, мы ложимся, пытаемся выспаться немножко, но Бог хочет, чтобы мы давали Ему что-то дорогое, драгоценное в нашей жизни. И Бог тогда проявляется. И есть обеспечение в этих испытаниях. У Бога всегда есть план. Когда мы проходим через испытания, Бог просто так это не делает. Бог просто так это не допускает. Вы заметили, когда Авраам и шел с одной стороны горы, чтобы исполнить вот этот вот тест, вот этот пройти. В это самое время туда где-то с другой стороны потихоньку лезла эта овечка, которую он должен был потом пронести. Но он этого не знал. Он не знал до того времени, пока он не пришел на то место, и Бог его испытал до последней секунды. И потом после этого он принес настоящую жертву Богу. То есть Бог обеспечивает, Бог приготовил благословение в нашей жизни, но оно только доступно после того, как мы пройдем эти испытания. Как только пройдем, не только увидим его издалека, но когда мы пройдем, мы получаем благословение. Наша вера должна выстоять испытания. Знаете, человек без ног, он может стоять в вере. Человек, который на инвалидском стуле, он может стоять в своем уповании. Человек, который потерял любимых из-за Христа, может стоять твердый в обещании. И знаете, придет место в нашей жизни, когда будет испытано то, что мы говорим, то, что мы утверждаем в своей жизни, то, что мы учим, должно быть испытано. Все, что мы говорим с кафедрой, и все, что мы говорим, доказываем другим людям, когда мы встречаемся с них, о нашей вере Богу. Бог на это смотрит. И придет время, и придет место, когда Бог испытает нас. Когда мы говорим о любви, в нашей жизни придет момент, нам придется проявить любовь тем людям, которые нам не проявляют любви. Когда мы говорим о смирении в нашей жизни, нам придется когда-нибудь доказать Богу, что у нас это смирение, у нас в жизни есть. Не просто мы об нем говорим. Мы знаем, мы в Библии пишем, и там пишется, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Мы это все знаем. Но делаем ли мы это в своей жизни? О хождении по духу, там есть места, плоды духа, да? И когда мы об них говорим, есть ли они у нас в жизни, придет место, когда Бог испытает нас и посмотрит, есть ли это у нас в жизни. И в каждом испытании есть цель. Бог просто так это не делает. В каждом испытании есть цель. Я думаю, цель это показать людям, насколько великий Бог. Показать Богу, насколько реальны мы сами, как я реальны в своей жизни, если я просто говорю или я делаю это. Мы можем научиться греческому языку, мы можем научиться евриту и разные там интересные вещи из Писания выявлять. Мы можем пройти, прочитать книгу от девяти ступеней благословения, мы можем десять ступеней, как достичь хороших отношений, или три ступени достижения святости. Мы можем эти все проповеди слушать, книги читать, но ничто нас не научит, как поклоняться Богу в истине, когда мы пройдем через испытания в нашей жизни. Ничто не научит нас. Может, есть вещи в нашей жизни, на которые мы не обращаем внимания, но которые выявляются только в переплавке. Потому и Писание сравнивает наше испытание нашей веры как переплавку, как в огне, потому что в огне выявляется. В огне в золоте выходят разные углеводы, разные земля, камни нехорошие. Оно все и в огне выявляется. И может быть, у нас есть гордость, которую мы не видим. Бог нам сделает, Бог нам пошлет обстоятельства в нашей жизни, в которые мы увидим, что у нас есть гордость, и мы начнем работать над собою. Может быть, такие пороки, как любостяжание, когда мы хотим много вещей приобретать, ненужных. И Бог нам это тоже может показать. Такие вещи, как зависть, может быть, мы не замечаем их, но иногда Бог посылает обстоятельства в жизни, и мы можем увидеть, что мы начинаем завидовать другим людям. непрощение, когда мы не прощаем, когда у нас остаются обиды, и мы с этими обидами ходим, и Бог нам показывает, что это надо убрать с твоей жизни, потому что ты не можешь мне служить с обидой в жизни твоей. И это может быть очень такая интересная, другая тема. Итак, у нас придет место, и будет цель, испытание. И мы должны знать, что Бог нас не оставляет в испытаниях. Когда Исаак спросил отца, он говорит, где жертва? Что мы будем приносить? Что ответил Авраам Исааку? Вы помните? Бог усмотрит. Бог усмотрит. Бог его испытывал до последней секунды. Я такой человек, что я иногда пытаюсь представить себя на его месте. У меня мурашки по коже идут. Недавно в пятницу мой сын бежал, трехлетний, Джусайя, и врезался в угол, и разбил себе лоб. У него была такая one inch до самой кости. Ему где-то восемь швов сверху, и где-то пять-шесть швов внутри делали. И я там присутствовал, я его руку держал. Моя жена не смогла там быть. Она эти вещи не может переносить, но я там был. Я его держал за руку, я смотрел, как это все ему делали. Это было очень больно. И смотря на Авраама, он был готов в свою веру в Бога отдать самое ценное, самое драгоценное в своей жизни. Он был готов отдать Богу. Он не пошел, не нашел самую лучшую овечку, он был готов отдать своего сына. Это символ Бога, это такой Бог у нас. Он не просто был готов отдать, он отдал своего сына за нас. И потому мы и сегодня есть на этом месте, и потому мы его славим, за то, что он отдал нам своего сына. Он отдал самое лучшее, самое драгоценное, что у него было. И так, Авраам был верен до конца, да? И если посмотреть, Исаак, он уже был юноша, и он бы легко мог сопротивляться отцу, но они оба шли в послушание, они оба. Он, я не знаю, как он его там связывал, или что он ему говорил, когда он его привязывал, ложил на алтарь, но Исаак был юношей, и его отец был сто с чем-то лет, и он бы легко мог расправиться с ним. Он бы легко мог его или толкнуть и сказать, ты что делаешь, но он в послушание шел. И они оба прошли через это испытание, и через это Бог явил свое благословение не только в его жизни, но он сделал из этого человека огромный народ, который мы знаем сегодня, израильский. Евреям 11 глава 34 стих говорится такие слова об людях, которые приходили испытания или искушения в своей жизни. Написано, что они угошали силу огня, избегали острия меча, и здесь такие два слова укреплялись от немощи. Как это они укреплялись от немощи? Как это понять? Ты слабый, но ты укрепляешься в немощи. Дело в том, что немощь, она остается нашей немощью, пока мы ее не пройдем. Когда мы проходим нашу немощь, она становится силой, через которую Бог может делать великие чудеса в нашей жизни. Вы знаете, приходит на ум вот эта драматическая история Сидраха, Месаха и Евдинага. они имели веру, что сохранит Бог от огня. Но они сказали затем следующую фразу, но даже если, но даже если, сможем ли мы сказать, я с Богом в любой ситуации своей жизни, даже если. И вы можете заполнить этот бланк сами. Он огонь не забрал, Бог огонь не забрал, Он не избавил их от печи горящей, но Он был с ними в огне, Он помог им пройти через это испытание, и Он прошел с ними через огонь, и Он был в этом огне, как я раньше говорил, термостатом. Исайя 43 глава, давайте откроем Исайя 43 глава, 2 стих, говорятся такие слова, будешь ли переходить через воды, что Бог говорит, я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя, падешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит, тебя. Бог с нами, Бог с нами идет, но Он нам дает силу проходить через, Он нам, Он не делает так, чтобы мы обходили вокруг, Он нам помогает, только когда мы проходим через, через реку, через воду, через огонь, и Бог с нами всегда. Мы все помним, царицу Исфирь, которая решала вопрос ее нации, ее еврейского народа в те времена. и она решала, если ей идти к царю или не идти, потому что она знала, если она придет туда не вовремя или без спросу, она может не остаться в живых. но она и шла на это испытание с этой фразой, даже если, даже если, даже если я оттуда не выйду, я отдала все, чтобы сохранить мою веру, чтобы сохранить мой народ. Это было испытание в ее вере, и это испытание было в ее слабости, она боялась, она не хотела пройти. Я думаю, у нее очень много мыслей проходили через ее голову, но она и шла и была готова пройти, и она говорила, так само, как и Сидрах, Месах и Авдинага, она говорила, даже если, даже если я оттуда живой не выйду, я все равно пойду и буду бороться за свою веру. Почему, почему они так делают? Почему эти вот великие люди так делали? В Евреям 11 главе 16 стихом говорится такие слова, «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вот почему нам нужно испытание в нашей жизни. Бог, вот эти люди, веры, которые доказали Богу свою веру, прошли через различные испытания в своей жизни. написано, что их цель была стремиться к лучшему, то есть небесному, и Бог из-за этого не стыдится называться их Богом, Бог из-за этого проявлялся в их жизни. Я недавно слушал историю об одних миссионерах в 1950-х годах. Один был юноша, его звали Джим Эллиот. и он родился в Орегоне, здесь в Америке, и он прошел через high school, он любил спорт, он был чемпионом по борьбе, и он также любил Бога с самого детства. И он начал вникать в Писание, очень сильно и начал вникать в Писание, и это стало его как целью в его жизни, и он очень сильно хотел познать, что Бог хочет вообще от его жизни. И он переехал потом в Иллинойс, и здесь в Иллинойсе жил. В 1952 году он после того, как он пошел в колледж и учил греческий язык, у него было отличное образование в греческом познании, и он мог очень хорошо толковать Писание. Его Бог натолкнул на одно служение идти служить в Эквадоре, там в Южной Америке, и его натолкнуло идти служить каким-то там индейцам, у них там свой диалект был, у них не испанский, у них там свой диалект был. И он собрал несколько людей, и они туда поехали, и они там вначале он здесь в Иллинойсе, он подсоединился к церкви, и они открыли небольшое служение для детей, и люди, которые видели его служение, они просто подходили, ему давали деньги. И он, не считая, складывал себе в тумбочку. И когда он захотел поехать в Эквадор, он пошел узнал, сколько стоит билет. И когда он пришел и узнал, сколько стоит билет, билет стоил 315 долларов, чтобы туда доехать. Он пришел у себя домой, открывает тумбочку, и там ровно 315 долларов лежит. И он понял, что Бог ему открыл вот это служение, он очень хотел куда-то поехать, ему очень хотелось рассказать о Христе, о его любви, и он знал, что там есть люди, которые вообще этого не слышали. И он поехал, он начал служить, он начал учить их язык, он начал, он там много историй рассказывал, я все не буду говорить, но в 56 году он собрал людей, и они когда там у них уже было служение, у них уже были как миссионерские там маленькие там в разных этих деревушках этих индейских, и они брали самолет и летали, и один из самолетов, один из пилотов заметил какой-то там какие-то там маленькие хижины, и они увидели, они спасили других людей, они сказали, это такое племя, которое они очень такие злые люди, которые вообще убивают сразу людей, они там кто к ним пытался приходить, они их убивали, они решили взять корзины туда такого хорошего туда напаковали, им туда так на самолете пролетали и скидали несколько недель, где-то две-три недели это делали, несколько раз в неделю, и они хотели завоевать их недоверие, и когда они решили туда приземлиться, поехало туда пять людей, которые уже были женаты, и вот Джим был тоже женатый, у него только родилась бабочка, ей было восемь месяцев, они поехали туда, и в 1952 году они приземлились туда, на речку, там возле этой деревушки, и там люди их встретили, и они им дали какие-то подарки, они обменялись некоторыми вещами, и через, они там два дня стояли, и через два дня из джунглей вышли какие-то там индейцы с копьями, и они к ним подошли, и вместо того, чтобы с ними поговорить, они их взяли и закололи всех пять человек. Я когда слушал эту историю, мне поразило то, что его жена, которая осталась дома с восьмимесячным ребенком, и затем все эти жены вот этих погибших миссионеров, которые там погибли, за то, чтобы привести им Слово Божие в эту деревушку. Они, эти жены, все туда поехали, и там жили очень много времени среди них, и они служили им, и они донесли им о любви Христа. И я смотрел некоторые свидетельства, эти люди, которые убили вот этих миссионеров, они сейчас верят в Иисуса Христа, они покаялись. Но они принесли, вот эти люди, миссионеры, они принесли на алтарь самое драгоценное, что они могли дать, это жизнь ихнюю. И вот этот Джим Эллиот, у него такая квоут была, он сказал, что я отдал то, что не мог сберечь, то есть свою жизнь. Он до этого говорил, я готов отдать то, что я не могу сберечь, но я готов приобрести то, что я не могу потерять, то есть вечность. И вот эти люди, которые поверили в Бога, сейчас там очень большое, люди там в этих джунглях есть люди, которые верят в Иисуса Христа, но они в Него верят только потому, что нашелся человек, который остался верен Богу, который остался верен в том, что Бог, Он его ведет особенным путем, и вот эта жена его, она осталась так же верна, она осталась так же верна, несмотря на то, что ее муж погиб, она пошла к ним, и она благовествовала об имени Иисуса Христа в этой деревушке, и эти люди сейчас, один из этих людей, которые убил одного из этих пяти людей, он был на конференции Билла Грэма в 90-х годах, и он свидетельствовал об этом, и он говорит, что я жил раньше, я жил во тьме, но пришел Иисус в мою жизнь, и Он меня изменил, я уже не тот, слава Богу, Чарльз Спэрджен сказал такую выписку, я нашел, ты бы не мог поверить своей слабости, если бы ты не был принужден пройти через реку, ты бы никогда не узнал Божью силу, если бы тебя не поддерживал Бог, проходя через непроходимые воды, в других словах, ты не знаешь свою слабость, пока ты не пройдешь через испытания, ты не знаешь, насколько силен Бог, пока Он не проведет тебя через Него, и как Петр говорит, дабы испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемо золото, аминь.